Чебоксары Чтобы попасть в местное убежище, необходимо на 6 метров спуститься под землю Двери специальной конструкции После того, как люди распределены в защитном сооружении Двери герметично закрываются, как в отсеках подводной лодки Ну и называется этот процесс тоже самое шлюзование После того, как двери закрываются, убежище может при необходимости начать работать автономно Электричеством обеспечит дизель-генератор Посторонним людям сюда не попасть Специалист, войдя в помещение, блокирует вход и остается один контролировать подачу электроэнергии Вырабатываемое электричество не только даст свет в убежище, но и обеспечит работу вентиляции Забор воздуха может быть и снаружи Может, значит, отключиться и уже в режиме регенерации воздуха внутри помещения Как видите, здесь установлены, значит, большие фильтры Аналог, значит, фильтры на противогазах Но гораздо большего размера и в большем количестве Некоторым сотрудникам все же придется подняться на поверхность, чтобы обслуживать приборы Для этого в убежище хранят защитную униформу и противогазы Начальство будет координировать их из специального кабинета У каждого руководителя групп звеньев, как видите, значит, обозначены рабочие места Здесь осуществляется документооборот, управление работой своих цехов И в целом управление работой станции И связь, значит, так скажем, с внешним миром Персонал, не задействованный в устранении ЧП, располагается на этих нарах Одно такое место предназначено для пяти человек Один лежит наверху, четверо сидят внизу Через некоторое время люди меняются Предполагается, что жить здесь специалисты смогут три дня Причем убежище предназначено в первую очередь для работников предприятия Защитное сооружение Убежище предназначено для предприятий и организаций, продолжающей работать в военное время Соответственно, остальное население Граждане, проживающие в селитетной зоне, в зоне жилой застройки В случае каких-либо нештатных ситуаций аварийных, либо ЧС Эвакуируются и размещаются в загородной зоне В МЧС рассказывают, всего на территории Чувашии около тысячи защитных сооружений Бункеров, подобных тому, что располагается на территории ТЭЦ-2, около двухсот Что будет, если униформу сапера наденет девушка? В сети набирает популярность ролик, где молодой человек облачил невесту в свою экипировку Эта разновидность экипировки весит 36 килограммов Она предназначена для защиты сапера от ударной волны и осколков в случае неудачного обезвреживания бомбы Ее ношение требует нескольких месяцев подготовки Видео длится 100 секунд, этого времени хватило, чтобы девушка начала взывать о помощи Перевернуться ей так и не удалось Завтра и послезавтра в Чувашии пройдут соревнования по хоккею среди детских команд Кубок Добрых дел от Мурманска до Сахалина В турнире будут участвовать команды из Вурнарского, Маргаушского, Ядринского районов и Новочебоксарска Состязания пройдут на двух площадках В Ледовом дворце Чебоксары-арена и в Новочебоксарском Соколе Открытие состязаний завтра в 11.30 На этом у меня все, ну а завтра, завтра будет новый день